Нашли спустя 40 дней в Цунтийском районе Дагестана завершились поиски местного жителя, а машина прокинулась в рейку Андийская Кайсу. И снова планировали теракты, и опять уроженцы Сергакалы. Силовики задержали троих боевиков из группировки Османа Амарова. Сезон оранжевых крыш. В Дагестане завершается сбор урожая абрикосов. Что делают фермеры с той партии, которую не успевают реализовать? Расскажем в выпуске. Горы и лица Дагестана в картинах великих советских художников. В Театре поэзии открылась уникальная выставка, где представлены работы признанных живописцев 20 века. Семь жителей Санкт-Петербурга пострадали в ДТП в Казбековском районе Дагестана. Авария произошла по причине выезда на встречную полосу с 40-летним гостем республики, который был за рулем кроссовера. Нарушив правила дорожного движения, он столкнулся с автомобилем Kia Sportage под управлением местного жителя в салоне. Последнего также находились трое туристов из Санкт-Петербурга. Все участники ДТП доставлены в центральную больницу Кизелюрта с различными травмами. Силовики задержали трех дагестанцев, которые планировали теракты, сообщают ряд федеральных СМИ. Один из них – 29-летний махачкалинец, двое других – из села Сергакала, Сергакалинского района, 34 и 44 лет. У мужчин во время обыска в правоохранительные органы нашли десятки патронов и гранаты. Местных жителей вычислили и поймали в рамках расследования террористических актов, которые произошли в дагестанской столице и в Дербенте 23 июня. Против них возбудили уголовное дело. Тем временем в Цунтинском районе нашли тело мужчины, который на машине прокинулся в индийское кайсу более 40 дней назад. Трагический инцидент произошел 20 мая. Погибший вместе со знакомым ехал по автодороге Агвали-Кидиро, не справился с управлением транспортного средства и упал в 15-метровый обрыв. Пассажир сумел спастись, а водителя долго искали сотрудники МЧС, полиции и местные жители. В итоге сельчане нашли его без признаков жизни на берегу реки. И к другим темам. В республике подходит к завершению сезон сбора абрикоса. В эти плодовые деревья в Дагестане растут повсюду – в садах, во дворах и даже на склонах гор. Но есть районы, где этим культурам отводится ключевая роль в местном хозяйстве. Один из таких – Унцукульский. Здесь сбор почти завершен и садоводы приступили к приготовлению компотов, варенья и сушки фруктов. Моя коллега Тамара Самедова расскажет подробнее. Шалах, краснощеки и лель. Сорта абрикосов, отличающиеся сочной и сладкой мякотью, чей аромат и цвет не оставляют равнодушным. С конца июня тысячи дагестанских семей выходят на уборку этих солнечных фруктов. Эта традиция поддерживается в семье Магомедовых, чей сад процветает уже 60 лет. Его посадил Абдрахман вместе с отцом, который только вернулся с Великой Отечественной войны. Мой отец вернулся с войны без руки, и поэтому, хоть я был и маленький, я помогал ему сажать деревья. Я копал землю, папа ставил саженцы, а мама закапывала. Абдрахману 85 лет. И он хорошо помнит, как в школьные годы они с одноклассниками собирали урожай. И бригадиры следили за тем, чтобы сочные и мягкие фрукты доходили до покупателей в хорошем виде. В советское время нас, школьников, забирали собирать абрикосы-падалицы, а также с дерева. В общем, помогать. Нас бригадир вызывал к себе и проверял ногти, чтобы они не оставляли следы на фруктах. Сейчас за садом ухаживает его сын Нурмагомед вместе со своими детьми. В семье четыре дочери, и они активно помогают отцу. В сезон сбора абрикосов они не планируют никаких других мероприятий, чтобы как можно быстрее собрать и сдать урожай. На вот этот период сбора абрикосов мы ничего не планируем. Папа уже заранее говорит, чтобы на этот период. Никакой отдых, никакое мероприятие, просто только сбор абрикосов, потому что они быстро портятся. Вот эта неделя получается, вот это самое главное. И чтобы они не испортились, сразу собирают, продают или делает. Мама делает компоты, кашу, варенье. Пока одна хозяйка готовит из урожая компоты и варенье, другая занимается сушкой фруктов. Мелкие неприметные абрикосы под солнцем превращаются в целебную крагу. Это один из самых востребованных товаров на местных рынках. Из нее можно варить компоты круглый год или использовать в качестве начинки для пирогов. Возить скоропортищий продукт, ее надо быстро реализовать, надо сортировать. У меня бывают три из таких партий, мягкие, твердые, зеленые. И этот все сортируем. А сушим мы чуть-чуть зеленоватые. А такие вот спелые, мы делаем из них соки для себя дома. Сбор абрикосов труд хоть тяжелый, но любимый дагестанцами. В этот период в селах царит особая атмосфера, а оранжевые крыши в аулах придают будням яркие краски. Тамара Самедова, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Унсукульский район. Дагестан в графике советских художников. В Театре поэзии открылась уникальная выставка картин знаменитых дагестанских и российских живописцев. В каждом штрихе любовь горцам к их быту и истории. Посетила мероприятие и моя коллега Хадижа Дранкина. Ей слово. Красота горных пейзажей, архитектура и быт народов Кавказа – это главный литмотив выставки. Здесь представлены работы дагестанских художников разных поколений и произведения знаменитых русских живописцев. К примеру, эту картину Витнаханский дворец Кафыркумухи написал отечественный классик Евгений Ланцере. На ней изображен дом Шамхала Тарковского, который он построил на вершине неприступной скалы Кала в 40-е годы 19 века. И это не единственная работа великого живописца, которая восхищает публику. Его творчество, его работы оставили очень значительный вклад для нас, для дагестанцев. Мы можем благодаря ему сегодня видеть его глазами Дагестан, который он запечатлел в 20-е годы прошлого века. И в частности портрета. Здесь представлены 43 картины 11 советских художников. Посмотреть на эти уникальные работы пришли люди из абсолютно разных творческих профессий. Это писатели, музыканты, кинематографисты и просто любители искусства. Наталья Савельева же делится своим профессиональным взглядом и отмечает ценность таких экспозиций для дагестанской культуры. Это память об этом месте, о тех местах, где были люди. Потому что многие дома уже исчезли, многие башни уже разрушены. Вот мы сейчас смотрели, говорили, там Ханский дворец, его уже не существует, там какие-то башни, их уже не существует. А на полотнах художниках они живы. Яркие и разнообразные произведения отечественных авторов безусловно останутся в памяти людей, посетивших выставку. О своих положительных впечатлениях делятся гости. Работа мне очень понравилась. Жаль, что это не оригинал. Но, тем не менее, видно мастерство художников. С этим художником уже знакомо. Видела в оригинале, даже в музее из УАН представлены. Выставлены костюмы, выставлены аулы наши дагестанские, которые уже, в принципе, не в таком состоянии. И это приятно, что это история уже такая. Выставка будет представлена в Театре поэзии до 28 июля включительно. Вход свободный. Хадиджа Дрангина, Шамиль Хирясулаев, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ Махачкала. Более тысячи выпускников Медицинского колледжа имени Башларова получили дипломы о среднем специальном образовании. Более 250 из них – красные. Церемония вручения состоялась в актовом зале учебного заведения. Это студенты, которые обучались по шести направлениям – лечебное и акушерское дело, лабораторная диагностика, стоматология, формация, а также сестринское дело. Наши студенты самые лучшие. И наши студенты, вот мы говорим им, что мы прощаемся, нам очень тяжело с ними расставаться. Наши студенты самые лучшие, почему? Потому что они очень добрые и очень справедливые. И они очень такие безотказные. Где нужна помощь, они всегда оказывают. Так как мы наших студентов готовим не только как специалистов, но мы еще им даем знания и образование на духовно-нравственном воспитании. Все выпускники прошли первичную аккредитацию, что позволит им сразу начать свою профессиональную деятельность. Проверка знаний проходила под контролем Министерства здравоохранения России. В медколледже Башарова я постарался научиться помогать людям, понимать их проблемы, оказывать всяческую поддержку и помощь по мере моих сил, будь то психологическую или какую-либо другую. Лечебное дело привлекло меня тем, что ты имеешь существенное влияние на жизнь человека. Можешь помогать ему таким образом, что это в дальнейшем будет сильно сказываться на его жизни. Мой учебный год пролетел очень быстро, незаметно. Мы даже не заметили, как прошло. Прошли вообще все четыре года, и это самые были лучшие четыре года. У меня сестринское дело, мне очень понравилось. Нам дали очень хорошую практику. Да и в общем, все прошло очень хорошо. На этом я с вами прощаюсь. Для вас студия работала по темантах Канапова. Следите за нами также в телеграм-канале. Хороших новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова